Эпос Маназ Он живет в памяти народа, не будучи записанным столь долго, сколько существуют крызы. В Маназе описывается весь исторический путь крызов. Только в одном варианте записанном от известного сказителя Саекпая Харалаева содержится свыше полмиллиона строк, что превышает объем Ильяды и Одиссея в 20 раз. В становлении науки о Маназе большая заслуга принадлежит ученым, путешественникам 19-20 веков, таким как Валиханов, Радлов, Алмаши, советские ученые и писатели как Ауэзов, Юнусалиев, Виноградов и другие. Впервые Эпос Маназ с научной целью стали записывать со второй половины 19 века. Чукон Валиханов являлся не только первым российско-казахским ученым, но и ученым-исследователем широкого профиля. В научном исследовании Чуконова-Валиханова важное место отводится изучению истории культуры крызского народа. Впервые он познакомился с крыгизами в 1856 году, будучи участником крупной военно-научной экспедиции. Первое издание Эпоса Маназ опубликовано в 1885 году в Санкт-Петербурге на крыгизском языке, русской транскрипцией и немецкий перевод, изданный в том же году. Следует отметить, что содержание текста его отрывочное. Первый эпизод занимает всего шесть страниц. Здесь отсутствуют сведения о детских и юношеских годах Маназа. Заслуга в осуществлении этого исторического события всецело принадлежит выдающемуся тюркологу Радлову. Эпос Маназ состоит из трех частей. Маназ, Семите и Сейтет. Основное содержание эпоса составляет подвиги Маназа. Эпос Маназ был включен в список шедевров ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса, как самый объемный эпос в мире. Продолжение следует...